всем привет сегодня я расскажу как я вязала вот этот кардиган которая назвала не было жюри за цвет нежно-голубой этой пряжи правда камера неправильно передает но вы можете посмотреть в палитре этой пряжи цвет это alize superlano классическая 25 процентов шерсть и 75 процентов акрил и номер цвета 384 здесь рекомендуют спицы 34 я вязала спицами 325 пряжа я получала из интернет-магазина пряжа су и под видео будет ссылка на пряжу на интернет-магазин и на промокод который действует до 1 февраля 24 года на сегодняшний день и дает вам 5 процентную скидку вся подробная информация в описании к видео и также будет ссылка на держатели которые только что вы видели в кадре я скажу по сантиметрам все подробно я вязала на 52 размер и получился у меня оверсайз в сантиметрах я сейчас скажу может если чуть-чуть по уже он будет этой 54 даже 56 будет просто как классика на такой размер у меня ушло пряжи 550 граммов длина кардигана 70 сантиметров и ширина я измеряла вот здесь под рукавами он здесь ширина 68 сантиметров то есть достаточно большая свобода облегания рукава в самой широкой части 19 с половиной сантиметров и я измерила вот здесь перед ажуром так как здесь больше убавление уже не было вот здесь 17 с половиной рукав но я не растягивая резинку измеряла примерно 9 сантиметров но она хорошо растягивается и длина рукава по внутренней части вот здесь 38 сантиметров так как рукав он приспущенный то это полная длина рукава обычно я вижу примерно 40 42 но здесь достаточно 38 потому что как я сказала очень спущенное плечо из-за свободы облегания поэтому 38 даже вот вот так получается немножко подтягиваешь он как фонарик вот так сидит и также измерила ширину планки вот здесь пять с половиной сантиметров кардиган связан снизу вверх отдельными деталями отдельно спинка полочки и рукава вывязаны из проймы и небольшой скос плеча вывязан а планка вот это она связана уже на готовом изделии полностью когда я все соединила связала планку и сейчас я подробно расскажу по петлям и по рядам как я его вязала обычно я такие подобные изделия начинаю вязать со спинки и этот кардиган не исключение по центру ажурный узор по краям лицевая гладь а по нижней части резинка 2 на 2 как рассчитать на любой размер на любую ширину которую вы хотите нужно связать образец я вязала образец просто лицевой глади не узором а лицевой гладью здесь плотность вязания узора и лицевой глади она одинаковая поэтому не обязательно вязать образец узора можно просто связать лицевой гладью и определить свою плотность вязания и затем рассчитать какой ширины вы хотите вот эту часть ажура она примерно должна быть ну не то что должна быть как я примерно делала по плечам чтобы вот где кончаются плечи может даже чуть чуть выше и потом уже лицевая гладь и рассчитайте по узору чтобы попали в рапорт и также петли для симметрии узора и оставшуюся часть петель разделите на две части и это будет лицевая гладь вначале и в конце ряда до узора что касается этого узора на моем канале есть подробный мастер-класс по этому узору я оставлю ссылку это самое первое видео на моем канале которая уже пять с половиной лет даже чуть больше назад я снимала он очень простой этот узор не с небольшим рапортом поэтому подходит для разных изделий с таким узором справиться и начинающие вообще кардиган вяжется довольно просто это самая простая классическая модель какая только может быть и поэтому я считаю что и те кто имеет совсем небольшие навыки навыки вязания связь спокойно свяжут этот кардиган потому что спинка она вяжется практически прямым полотном единственное скосы плеч но скосы плечи даже можно и не делать а стянуть потом при наборе рукава немножко если это для кого-то составляет какую-то сложность но это не сложность я сейчас расскажу как я делала эти скосы они я их сделала максимально просто я рассчитала что мне для нужной мне ширины нужно 137 петель это я считала с узором нечетное количество потому что этого требовал узор и для резинки мне наоборот нужно было четное количество поэтому я для резинки набрала 136 петель резинка 2 на 2 и провязала резинкой 18 рядов и в последнем ряду я прибавила одну петлю получилось 137 петель дальше я начала вязать вот лицевую гладь и узор от начала ряда кромочная 22 петли лицевой глади и затем я разделила вот так узор такой дорожкой изнаночная петля лицевая изнаночная при этом вот эта лицевая петля которая между изнаночными я ее в лицевом ряду снимала не провязывая а в изнаночном провязывала и она получилась как вытянутая петля она отделяет зрительно узор от лицевой глади если растянуть вот так это видно значит изнаночная лицевая изнаночная затем 85 петель узора также изнаночная лицевая с вытянутая изнаночная 22 петли лицевая гладь и кромочная вот 137 петель и после резинки вот таким образом я вязала ровным полотном до скоса в плеч просто ровно вот на том количестве которое сказала и как я показала распределение петель вязала ровным полотном 170 рядов это без резинки после резинки 170 рядов с узором я не вывязывала здесь углубление по горловине но как это часто в таких изделиях происходит пряжа под своей тяжестью после соединения петель плеча подтягивается и получается как будто здесь есть вырез значит провязав эти 170 рядов я связала скосы плеч с одной стороны и с другой стороны вязала их укороченными рядами обычным немецким способом и при этом я разворачивалась для укороченных рядов для скосов плеч только по лицевой глади то есть узор я не захватывала это вот тоже о чем я говорю что здесь в общем то все просто можно и более глубокий делать скос но я сделала вот так только только по лицевой глади для этого я четыре раза развернулась не довязывая 5 петель то есть вот от начала ряда так сложу не помещается немножко от начала ряда провязываю лицевой ряд до конца ряда оставляю 5 петель не провязанными разворачиваюсь снова сюда оставляю здесь 5 петель в изнаночном ряду опять лицевой еще пять петель не довязывая и так у меня четыре точки разворота с каждой стороны и они довязывала по 5 петель и того со скосом плеч я провязала 8 рядов вот так и того получается после резинки у меня сто семьдесят восемь рядов и еще после того как я последний раз развернулась на изнаночной стороне я провязала весь ряд лице лицевой до конца и лицевыми петлями полностью уже без узора пол просто лицевыми петлями развернулась и изнаночный ряд весь изнаночными петлями то есть лицевая 2 ряда лицевой глади с узором сто семьдесят восемь плюс два ряда лицевой глади все открытые петли которые у меня остались все я сняла на дополнительную спицу и перешла на вязание полочки так для полочки я набирала для резинки 64 петли также провязала 18 рядов и в последнем ряду тоже прибавила одну петлю получилось шестьдесят пять петель и разделила следующим образом кромочная одна лицевая петля это для того чтобы потом вот здесь по краю и когда буду делать убавление делала вот это одна лицевая была она в узор не включая не включена то есть кромочная одна лицевая затем 37 до 37 петель узора затем вот это разделительная дорожка изнаночная снятая лицевая изнаночная и также 22 петли лицевой глади как на спинке и кромочная и аналогично в обратную сторону зеркальном отражении такое же количество петель здесь я провязала до вот так ровным полотном до начала визу вывязывания убавлений для v-образной горловины ровно сто двенадцать рядов после резинки и начиная со сто тринадцатого ряда я начала делать убавление чтобы у меня на плече осталось сорок восемь петель вот то количество петель которое у меня на спинке была я разделила так 48 на плечо 48 на плечо и 40 на горловину и мне нужно было чтобы у меня осталось сорок восемь петель для и поэтому я сделала 17 убавлений в каждом четвертом ряду то есть через лицевой ряд вот сто тринадцатом убавила сто пятнадцатом не убавляю сто семнадцатом убавила в сто девятнадцатом не убавляю и так далее через лицевой ряд в каждом четвертом ряду 17 раз убавления и всего так же как и на спинке у меня общее количество с узором после резинки сто семьдесят восемь рядов скос и плеч то же самое точно в таком же ряду как я сейчас рассказывала на спинке также четыре раза по пять петель четыре точки разворота после этого здесь тоже я провязала вот так если разложить здесь видно вот они вот эти два ряда лицевой глади после последнего разворота и оставила петли открытыми здесь я убавляла следующим образом кромочная вот на правой полочке кромочная затем вот это одна лицевая петля которую я вязала до узора вот эту петлю вместе со следующей петлей вязала 2 вместе с наклоном влево на левой полочке перед кромочной 2 вместе с наклоном вправо чтобы вот эта петля которая лицевая возле кромочной она всегда была сверху сюда 2 вместе влево сюда 2 вместе вправо и получилась такая как бы дорожка на отделяющая планку и на левой полочке тоже самое в таких же рядах такие же убавления 17 убавлений и скосы плеч после этого я открытые петли плеч соединила методом трех спиц спинку и полочку по 48 петель с каждой стороны а 40 петель вот здесь открыты которые остались я оставила открытыми так они остались у меня на дополнительной спице до того пока я начала вязать планку все здесь соединилась здесь петли открыты и дальше набираю петли для рукава петли набирала из кромочных вот здесь следующим образом я отсчитала с каждой стороны от плеча со стороны полочки и со стороны спинки от плеча по тридцать одной кромочной отметила вот оставила на рукав по тридцать одной кромочной петли и набрала петли из этих кромочных так поднимая из каждой кромочной по одной петле и между ними еще делая накиды следующим образом сначала ряда из двух кромочных по одной петле дополнительный накид затем из трех кромочных по одной петле дополнительный накид и так через 2 через три а в самом начале после 1 кромочная сделала накид а затем уже через три через 2 через 3 через 2 через 3 через 2 вот так делала дополнительный накид то же самое в конце ряда закончится через 2 через 3 в конце перед последней тоже сделала дополнительный накид и у меня получилось что я с каждой стороны набрала по 43 петли в сумме восемьдесят шесть петель и сделала несколько убавлений всего 5 убавления сделала 4 раза в каждом десятом ряду и один раз в двадцатом ряду первое убавление сделала в пятом ряду и вот начиная с пятого ряда ну кто не хочет считать я скажу 5 убавлений следующих рядах в пятом в пятнадцатом двадцать пятом тридцать пятом и пятьдесят пятом ряду вот все 5 убавлений у меня осталось 76 петель так как в начале ряда и в конце я делала убавление убавляла перед кромочной и после кромочной провязывая по 2 вместе лицевой с наклоном в сторону шва было восемьдесят шесть осталось семьдесят шесть петель для узора мне нужно было чтобы попасть в рапорт убавить еще одну петлю чтобы было семьдесят пять петель поэтому я в последнем ряду можно в первом ряду самого узора убавить одну петлю и получилось на спицах 75 петель и на этом количестве петель я связала 30 рядов узора это 12 рапортов по 8 петель 1 рапорт 6 петель после этого я в первом ряду резинки перешла на резинку 2 на 2 и в первом ряду резинки равномерно убавила 15 петель у меня осталось для резинки 60 петель и на этих 60 петлях я провязать провязала резинку 2 на 2 18 рядов петли закрывала протяжкой по узору то есть провязывала над лицевой лицевую протягивала через предыдущую над изнаночной изнаночную и протяжка не затягиваем после этого я соединила по кромочным петлям крючком соединительными столбиками по изнаночной стороне сначала рукав и сразу же перехожу на боковую часть когда я заканчиваю вязать рукав я не обрывая нить начинаю сразу соединять шов рукава и боковой шов то же самое со вторым рукавом после того как все детали были связаны и соединены я связала вот эту планку набор планки я начинала с нижнего края правой полочки набирала петли затем вот эти петли которые у меня открытые и затем также по левой полочке до низа левой полочки как я набирала точно так же как на рукав из каждой кромочной поднимала по одной петли но здесь другой ритм после 1 кромочной поднялась в 1 кромочной петлю сделала накид а затем из двух кромочных по 1 петле накид из 2 кромочных по одной петле накид и то есть 2 накид 2 накида кида 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 и так набирала пози пинки которые были открыты я просто их так и провязала и по второй стороне то же и в конце точно также перед последней через 2 найти через 2 накида и в конце перед последней 1 накид всего у меня получилось по количеству 144 петли и я провязала резинкой 2 на 2 16 рядов петли тоже закрыла по узору протяжкой и также я еще вывязала процессе вязания петли для пуговиц всего 4 штуки у меня от начала вместе с наборным рядом я провязала 9 рядов и в десятом вывязывала пуговицы если считать по количеству петель вот от нижней части планки то вот здесь 11 петель затем 2 петли на петлю для пуговицы затем 26 петель резинки 2 петли на пуговицу 26 петель резинки 2 петли на пуговицу он таким образом от низа 11 между пуговицами 26 петель и на каждую петлю я брала две петли даже вот такие большие пуговицы очень легко проходят в этих достаточно было этих двух петель пуговицы у меня не маленькие два с половиной миллиметра или сантиметра на этом вязание было закончено я кардиган постирала стирала в стиральной машине на обычной стирке при температуре 30 градусов отжим 800 оборотов и сушила в горизонтальном положении уже после стирки я пришила пуговицы и на этом все было готово если у вас остались какие-то вопросы спрашивайте на этом у меня все большое спасибо что посмотрели желаем вам вдохновения приятного вязания и до новых встреч